БОЛЬШИЕ НОВОСТИ С АНДРЕЕМ ШАШКОВЫМ НА РАДИО ГОЛОС БЕРЛИНА Восемнадцать часов в германской столице, вы слушаете Голос Берлина, в эфире БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. Всё самое важное, что случилось сегодня в Германии и мире за пятнадцать минут. Сегодня в программе. Больше беженцев, меньше газа. Последние сводки о том, как война в Украине отразится на жизни берлинцев. В России начали репетировать блокировки крупнейших средств обхода блокировок в интернете, а детям раздавать актуальные конструкторы а-ля Лего с автозаками. В США завершился процесс века. Джонни Деппа признали невиновным в насилии над экс-супругой актрисой Эмбер Хёрд. БОЛЬШИЕ НОВОСТИ В Германии, возможно, грозит новая волна украинских беженцев. В последние недели их поток неуклонно снижается. Наоборот, всё больше украинцев едут обратно, на восток, домой. Чтобы убедиться в этом, в Берлине достаточно заглянуть на Хаутбанхов. Но с 1 июля в соседней Польше, как объявил сегодня замглавы МВД Республики Павел Шефернакер, власти планируют прекратить выплату пособий украинским беженцам. Продолжат получать деньги лишь отдельные льготные категории, например, беременные женщины и члены многодетных семей. Поскольку в Германии право на пособие на время поиска работы по-прежнему имеет любой украинец, это может спровоцировать новый всплеск миграции на Запад. На этот раз уже польских украинских, а не украинских украинских беженцев. На пике в марте, напомню, в Германию въезжали в день до 15 тысяч украинцев. Сейчас оценки количества беженцев в Германии разнятся от 400 до 700 тысяч. По этому показателю наша страна уступает Польше и Румынии, опережает Венгрию и, возможно, находится где-то на одном уровне с Россией. В данном случае намного сложнее верифицировать как количество выехавших туда украинцев с начала войны, так и то, кто из них насколько добровольно выезжал туда. Тем временем российский концерн «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по контракту с компанией Shell Energy из-за отказа платить по новой схеме в рублях через «Газпромбанк». За последнее время по аналогичной причине вентиль уже перекрыли датчанам, голландцам, а до них — полякам и болгарам. Насколько эти выпавшие 1,2 млрд млн кубометров газа отразятся на ценах для внутригерманских потребителей, пока сказать сложно. Зато по этой теме есть хорошие новости в краткосрочной перспективе. Во многих странах, в том числе и Германии, и России, львиная доля в цене углеводородов для потребителей — это не себестоимость добычи и даже не транспортировка, а налоги. И власти ФРГ со вчерашнего дня соответствующий налог снизили, отчего цена бензина за литр в Берлине снизилась сразу на 20-30 евроцентов. Это данные компании ADAC, которая проанализировала ценники на 400 АЗС. Причем эксперты компании считают, что с учетом снижения налогового бремени общее снижение цены может составить и того больше — 35 центов. Уже сейчас литр Супер Е10 стоит менее 1 евро 90 центов, то есть дешевле, чем литр дизеля. Возмутителя спокойствия на нефтегазовых рынках Россию официально провозгласят главной угрозой для НАТО. О том, что это будет прописано в новой версии стратегической концепции Альянса, журналистам возвестила сегодня постпред США при организации Джулиан Смит. Свои пять копеек про главную угрозу вставила и канцлерин Германии на покое Ангела Меркель. После выхода в отставку она вообще крайне редко публично комментирует политические темы, а о вторжении России в Украину высказалось вообще впервые. Происходящее Меркель назвала, цитата, «варварской агрессивной войной и вопиющим нарушением международного права». Украинцы, напомню, считают именно Меркель одной из главных ответственных за то, что все это вопиющее варварство вообще стало возможным. После того, как в 2008-м Германия под ее руководством выступила против приема Украины в НАТО, а уже после аннексии Крыма в 2014-м Берлин активно продвигал строительство второй нитки российского газопровода «Северный поток». Американский Минфин опубликовал новые санкции за вторжение России в Украину. Под них попали сразу четыре яхты, которыми, как считают в Вашингтоне, пользуется Владимир Путин. Под персональными санкциями США теперь друг детства его и его предполагаемый кошелек «Виолончелист» Сергей Ралдугин, спикер МИДа Мария Захарова, миллиардер Гот Ниссанов, министр экономики Максим Решетников, строительство и ЖКХ Ирек Файзулин, транспорта Виталий Савельев. Также в список попала компания «Северсталь» и ее владелец Алексей Мордашов с женой и детьми. А Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей «Свифт» еще три банка – МКБ, Россельхозбанк и, барабанная дробь, Сбербанк. Переводы между счетами клиентов Сбера в России и остальным миром таким образом становятся теперь еще более затрудненными. Тем временем в самой России Роскомнадзор подтвердил, что приступил к блокировкам ProtonVPN. Это один из наиболее популярных платных сервисов обхода блокировок в интернете. Никакой ответственности по закону, по крайней мере пока, за скачивание и установку VPN-ов россияне не несут, но сами эти сервисы явно все больше под прицелом внимания регулятора. Из крупнейших мировых сайтов и соцсетей без VPN-ов в России сейчас открывается разве что YouTube. И то пару дней назад журналисты в Якутии писали о том, что в их регионе, предположительно, провайдеры начали замедлять доступ к YouTube. Официально эта информация, впрочем, не подтверждалась. При этом российские власти не упрекнешь в отсутствии позитивной повестки. Как говорится, отвергаешь предлагай. Пока одни ведомства борются с VPN, другие дарят воспитанникам подмосковных детских домов злободневный конструктор в стиле лего. Наборы, презентованные сегодня не кем-нибудь, а самой Росгвардией, включают миниатюрные автозаки и человечков в форме росгвардейцев. Так что некоторых детей в России наконец-то начнут с ранних лет готовить к реальной жизни по окончании обучения. И те, кто жаловался на застой и непотизм, то есть кумовство в высших эшелонах власти, могут быть посрамлены. Пожалуйста, в Кремле подтвердили отставку советника президента Валентина Юмашева. Он занимал эту должность на общественных началах свыше 20 лет. Те из нас, кто переехал из России в Германию в 90-е, наверняка помнят, кто такие Юмашевы и что такое семья с большой буквы. На этом фоне многие другие российские новости воспринимаются сегодня как досадные, но мелкие неурядицы. Например, крупнейшая фриланс-биржа Upwork забанила всех пользователей из России и Беларуси. Или стало известно о застрявшем в аэропорту Шереметьево Боинге сербских авиалиний. У него сломался кожух двигателя, полеты в таком случае категорически запрещены, даже без пассажиров. А российские техники на месте починить-то все починили, но ведь теперь все авиазапчасти и все обслуживание в России с точки зрения западных производителей и владельцев самолетов серые, нелегальные. Так что де юре самолет по-прежнему сломан. И даже пустым перегнать его обратно в Белград на базу нельзя. Так что если кто-то из наших слушателей планировал этим летом или осенью по каким-то делам слетать в Россию, скажем, через Стамбул турецкими авиалиниями, или вот через Белград Air Serbian, советую не затягивать. С учетом этой новости через какое-то время даже те немногие перевозчики, которые пока в Россию летают, могут решить, что это слишком рискованно, и прибыль не перевешивает потенциальных расходов в случае, если что-то пойдет не так. Наконец, пока неудачники вроде Air Serbian мучаются из-за санкций, другие изящно их обходят. Как выяснил сайт РБК из ответа на свой запрос в фонд Росконгресс, участники очередного Петербургского международного экономического форума попросили организаторов не указывать на их бейджах место работы, чтобы после мероприятия не попасть под новые санкции. Росконгресс, напомню, традиционно выступает организатором ПМФ. В этом году форум пройдет с 15 по 18 июня, и некоторые бизнесмены вот якобы даже просили не указывать, о них на бейджах вообще никакой информации, пишет РБК. В Росконгрессе это, правда, опровергли, заявив, что бейджи обязательны для всех участников, и что выпустить бейдж без фотографии и без имени владельца, цитата, «технически невозможно». К слову, список участников форума менее чем за две недели до его начала до сих пор не опубликован, а за его международность в этом году будет отвечать всего один, кроме России, народ — Египет. Интересно, неужели отказались даже, например, Абхазия с Белоруссией? Большие новости От экономики к новостям спорта. Сборная Украины по футболу выиграла стыковой матч к декабрьскому чемпионату мира в Катаре, напобедив шотландцев. Для украинцев это первый международный футбольный матч с начала войны. Вчера в Глазго встреча поздно вечером завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей. Неофициально величайший футболист прошлого века, бразилец Пиле, сегодня в своем инстаграме почти на 10 миллионов подписчиков обратился к российскому президенту Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине. «Этот конфликт безнравственен, не имеет оправданий, переносит лишь боль, страх, террор и страдания. Нет ни единой причины, чтобы он продолжался», — пишет Пиле. «Войны существуют лишь для того, чтобы разделять нации, и нет ни одной идеологии, которая оправдывала бы запуски ракет, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных. Я прожил 8 десятилетий, в течение которых я видел войны, слышал ненавистнические высказывания, пропагандирующие зверства во имя национальной безопасности бесхребетными лидерами. Мы должны остановить это и измениться». Сила, способная остановить этот конфликт, находится в ваших руках. Тех же, которые я пожимал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году. Список мировых лидеров, открыто выступивших против войны России с Украиной, ширится буквально с каждым днем. Накануне в похожем Тони к Путину обратилась другая легенда, только на этот раз не футбольная, а балетная, советско-американский невозвращенец Михаил Барышников. И немного светской хроники. Присяжные американского штата Вирджиния признали актера Джонни Деппа невиновным в домашнем насилии над коллегой и экс-супругой Эмбер Хёрд. Постбракоразводно-уголовный процесс этот тянулся много месяцев, и его практически в прямом эфире смаковали СМИ со всего мира. В процессе процесса их аудитория узнала много нового об отношениях двух звезд. Например, кто кому из вредности испражнялся на кровать. В сухом остатке Хёрд признали виновной в клевете, теперь она должна выплатить Деппу 10 миллионов 350 тысяч долларов, однако и Депп сочли присяжные кое-где встречно оклеветал Хёрд, и таким образом он должен ей выплатить тоже 2 миллиона долларов. Бывшая возлюбленная, для понимания, изначально рассчитывала получить с него 100 миллионов долларов. И, по крайней мере, лично к моему сожалению, никакой суд не в состоянии вернуть Деппа на роль Геллерта Гриндевальда в цикле «Фантастические твари» вместо сменившего его невнятного Матса Миккельсена. Актер поблагодарил своих похоронников, которые его поддерживали, и выразил надежду, что, цитата, «лучшее еще впереди» и что новая глава будет начинаться наконец-то. В свою очередь, Эмбер Хёрд выразила разочарование решением присяжных. Торжествует сегодня, к слову, не только Депп. Турция ООН одобрила запрос на переименование страны. Как рассказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжарик, министр иностранных дел Турции Меблюд Чаушаглу попросил впредь писать официальное наименование его государства во всех документах и на всех мероприятиях как «Тюркие», то есть в точности, как оно пишется по-турецки, с умляутом над второй буквой, а прежде, например, по-английски эта страна называлась Тюрки и была амонимична английскому слову «индюшка». Только за главные буквы. И о погоде. Сегодня вечером в Берлине плюс 19-16 и малооблачно, завтра утром от 11 выше нуля и ясно, днем воздух прогреется до плюс 23 градусов. Большие новости с Андреем Шашковым с понедельника по пятницу в 18 и 19 часов на радио «Голос Берлина». Редактор субтитров А.Семкин